Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня все так же 27 июня. И вот после того, как я утром выложила видеоролик о обработке томатов сывороткой, многие-многие зрители откликнулись и подтвердили, что действительно они пользуются этим методом много лет и пользуются очень часто, ну как постоянно. И я вот хочу сегодня сделать рецепт один очень интересный, который написал зритель, ну мне кажется он не из России, наверное с Америки, я сейчас прочитаю вам его сообщение. Михаил Розов сказал, что он делает сыворотку вот таким образом, я сейчас повторю его рецепт, он основан на принудительном сквашивании молока с помощью уксусной кислоты. Обычно до этого я же вам говорила, что или кефир, вот кисломолочный уже готовый у нас продукт, он уже кислый, откинуть через дуршлаг, через ткань, или некоторые просто берут прокисшее молоко, которое уже прокисло. А этот рецепт пригодится тем, кому нужно обрабатывать срочно, но у кого нет кислого молока. И вот это вот сквашивание принудительное, я сейчас все-все вам покажу, но сначала я прочитаю его рецепт, ну вот именно который я взяла, я ему сказала, что я попробую. И я хочу попробовать именно вот такую сделать сыворотку, потому что до этого я не делала, я вам говорила, что я постоянно или когда творог делаю, ну уже готовые, как простокваши, или когда кефир кисломолочный покупаю, но сама я принудительно никогда не сквашивала молоко. Сейчас мы прочтем рецепт и буду готовить. Вот это сообщение, которое присылал зритель к видео обработка огурцов сывороткой. А, он даже про огурцы, а не про томаты, я думала, что к сегодняшней. Нет, это я еще давно делала сыворотку, он написал комментарий. Михаэль Розов, но я думаю, что это Михаил. Он пишет, может кому-то поможет, кто живет за границей, где кефира нет. Как сделать сыворотку из молока, которое не киснет, а прогоркает, как, например, в США. Так как американский творог не нравится, я делаю творог сама так. Это, я думала, что это мужчина, раз сама это девушка. Извиняюсь. В кастрюлю 4 литра молока, туда 1 треть стакана 50-60 мл уксуса 5%, если 7%, то меньше, и нагреваю на среднем огне. Периодически помешиваю, не доводя до кипения, молоко свернется. Вы увидите желтенькую сыворотку. Я его сливаю на сито, покрытое марлей. Получается настоящий русский творог, а сыворотку сливаю в банку из-под молока и даю ей постоять с денек на улице, чтобы кисломолочные бактерии разрослись. Опрыскивание огурцов на 10 литров воды, 1 литр сыворотки, туда 5 капель йода, это полезный микроэлемент для растений. Опрыскиваю огурцы, кабачки, помидоры. Вот что я хочу сказать, что мне понравилось. Во-первых, вот это принудительное сквашивание, не нужно ждать, когда молоко прокиснет, его можно сквасить сразу. И еще тут один нюанс, ни разу так не делала. Она пишет, что дает ей постоять, чтобы она еще более кислая была. Но если вот я много читала про это, про сильно проквашенное молоко, когда делают сильно проквашенное, или сильно кислое-прикислое, тогда тут есть возможность, возникает вероятность кислотных ожогов, и именно поэтому, скорее всего, она так сильно разбавляет. 1 литр сыворотки на 10 литров воды. Вот именно такое разбавление нужно, если кисломолочные бактерии, вот как так называется, разрастутся. Все, я пошла делать. Рецепт очень интересный, с применением уксуса, именно что не естественным образом она прокиснет, а принудительно. Нужно попробовать и этот рецепт. Вот теперь, когда вы ознакомились с рецептом, вы поняли, почему у меня стоят вот 4 бутылочки молочных в ряд. Все, я их открыла. Я их сейчас сливаю в кастрюлю, в которой буду кипятить. Туда же вылью вот этот вот уксус, который я уже развела. Там написано 5-процентный, но я, конечно, в соответствии с таблицей, свою уксусную эссенцию сделала до 5-процентного состояния. Получилось это примерно из уксусной эссенции, чтобы сделать 5-процентную, чтобы было 60 примерно миллилитров. Это не полная столовая ложка. Уксус туда заливаю. Все. Сейчас я ставлю на газ и буду на медленном огне вот тут заниматься своими делами и помешивать это молоко. Я, конечно, не буду весь процесс, сколько я буду кипятить, показывать. Как только свернется, я вам покажу и расскажу, что буду делать дальше. Действительно прекрасный рецепт. Молоко свернулось, на удивление, быстро. Даже не довела я до кипения, ну, прямо буквально минут 7. Только нагрелось молоко и свернулось сразу. Видите, вот эта желтая сыворотка, это молоко. Вот это будущий творог мой. Но я сейчас откидывать не буду. Оно, конечно, горячее. Я немножко подожду. Оно остынет. Я откину на ту же самую ткань, вот через которую я кефир отфильтровывала. И получится прекраснейшая сыворотка. Ее много. Завтра вечером буду обрабатывать свои томаты сывороткой. Но это еще не конец. Буду показывать, как до конца. Когда раствор остыл, я откинула его вот на эту же, через эту же ткань процедила. Получился творог и сыворотка. То есть разделила на две фракции. Кстати, творог я съела теплым. Половина сразу такой вкусный, такой нежнейший творог. Вообще прекрасный. Потом обрабатывать я сегодня не буду. Хочу полностью соблюсти вот рецепт автора. Она пишет, что сыворотку она еще выдерживает денек. Там то ли денек, то ли денек другой. Чтобы кисломолочные бактерии разрослись. Сыворотки получилось много, почти 3 литра. Это мне хватит на 3 ведра. Буду делать по рецепту автора. То есть 1 литр сыворотки на 10-литровое ведро. 9 литров воды, 1 литр сыворотки. 5 капель иода. И буду обрабатывать все. И томаты, и огурцы, и баклажаны, и перцы. Все на что хватит моих трех ведер. Это будет и обработка, профилактика заболевания. И такая своеобразная подкормка. Так как делать сегодня обработку не буду. Я буду делать, ну как постоит она когда. Когда буду обрабатывать, я конечно покажу. И еще раз поподробнее расскажу, что нам дает вот это сывороточное опрыскивание. Но повторю, те слова, которые я говорила в предыдущем видео, что некоторые опытные огородники утверждают, и я склонна им верить, что если обрабатывать периодически, раз в 5-6 дней сывороткой все вот эти посадки, то о болезнях можно забыть. Пока обрабатываете сывороткой, ничего не будет, никаких грибковых заболеваний. Именно вот эта кисломолочная среда, вот эти бактерии, они подавляют развитие патогенных грибов, не дают им разрастаться спором. Все, до свидания. Сыворотку для опрыскивания сделали. Рецепт я вам сказала. 1 литр будем с 9 литрами воды перемешивать. 5 капель иуда. Кто хочет, применяйте. Человек написал, который это делает. Продолжение следует...